Делегация Карачао-Черкесии приняла участие в мероприятиях, посвященных теме медицины и здоровья, в рамках международной выставки форума «Россия» на ВДНХ. В состав делегации вошли сотрудники Республиканского Минздрава, также Карачао-Черкесского Центра общественного здоровья и медпрофилактики, плюс студенты-волонтеры. На торжественном открытии Дня здоровья к гостям выставки обратился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Затем посетителям форума были показаны новейшие российские разработки в области медицины. А ведущие специалисты отрасли дали всем желающим рекомендации по здоровому питанию и образу жизни. Карачао-Черкесия представила на выставке фильм о достижениях республики в сфере здравоохранения. Также гости форума получили возможность посетить врача-офтальмолога, измерить артериальное давление, проверить уровень сахара и инсулина в крови. Также на площадке была представлена продукция производителя лекарственных средств «Флора Кавказа», различные лечебные настойки и сборы лекарственных трав. Я считаю, что республика была представлена очень неплохо, потому что продукция пользовалась спросом. Мы постарались рассказать о том, что наша Карачао-Черкесская республика богата не только туристическими какими-то достижениями, но и у нас прекрасные есть условия для развития и разработки лекарственных препаратов. Люди подходили, интересовались тем, что мы представляли на своем стенде, на своей экспозиции. У нас были сняты и фильмы про развитие здравоохранения Карачао-Черкесии, где мы показывали объекты, которые были вновь выстроены в рамках модернизации и первичного звена здравоохранения, и в рамках федерального проекта здравоохранения, национального проекта здравоохранения. Также мы делились тем, что растет у нас на территории Карачао-Черкесии именно продукция флора Кавказа, это и травяные чаи, и всевозможные настойки лекарственных трав. Очень полезная была поездка. Во-первых, мы представили свою республику, здравоохранение своей республики, заодно посмотрели на соседей, на своих коллег, что они могут предложить, как у них развивается здравоохранение на их территориях, в том числе на новых территориях, которые присоединились к России.